Воскресенье Итак, Василий Горьевич Павлов дал аргументированный ответ Опровержение, точнее, на публичное такое открытое письмо Шавельского, этого армейского священника Капеллана, который вот такой поклёб на баптистов развёл Со всех сторон вот такая истерия разжигалась, антизападная, в том числе антипротестантская В то время, накануне Первой мировой войны И это была не просто истерия такая эмоциональная Ну и началось опять принятие мер Началось противодействие гивановскому движению Активных верующих, служителей, стали предавать суду, организовывать судебный процесс Судебный процесс был организован на Павлова Он был в это время пресвитером в Одессской церкви, баптистской Его осудили где-то на три месяца содержания в крепости За что? Что официальный повод был такой? За то, что опубликовал в журнале «Баптист» проповедь Сперджина на тему «Возрождение через крещение» В этой проповедь была критика православного подхода к крещению Православные же считают, что крещение – это таинство И человек якобы возрождается через это таинство, через данный обряд А Сперджин критикует, опровергает такое мнение Ну, а публикация этой статьи послужила основанием для того, что якобы Павлов противодействует православию через публикацию таких материалов Это был официальный повод Вновь стали отправлять активных верующих в Сибирь, на Кавказ В это время был арестован Фетлер Прямо во время богослужения его арестовали Пришли полицейские в Дом Евангелия Показали ордер на арест Забрали Фетлера Поместили его в камеру А там уже находились два уголовника Камера была тесная И Фетлер еле-еле там примастился на ночь, на полу между ними Но утешился тем Примером Христа Что Христос был распят между двумя разбойниками И меня вот Бог определил на эту ночь Лечь между двумя разбойниками Долго, какое-то время его держали Несколько дней Без всяких допросов Без всяких вызовов А потом вдруг пригласили к следователю И объявили Что вас ожидает ссылка в Сибирь Вы в скором времени Будете приговорены К высылке в Сибирь Фетлер Смирился с этим Вроде бы принял как Волю Божию Через некоторое время Снова вызов Следователю Уже другое объявление Вы выдворяетесь из России Почему такая перемена Решение А это было связано с тем Что его влиятельные друзья Чердкова, Ливин и другие Из высших слоев общества Как только Фетлер был арестован в тюрьму Они стали ходатайствовать перед властями Стали писать письма Устно говорить об этом Нельзя ли сделать какой-то смягчающий Более смягчительный приговор Ну и власти тогда по просьбе аристократов Заменили ссылку в Сибирь На выдворение из России в любую страну В 1915 году Фетлер Провел последнее собрание Ему дали 10 дней на сборы А он объявил верующим Что вот у меня 10 дней Что я намерен с Божьей помощью Провести 10 призывных собраний Ежедневные собрания У нас будут призывные Он провел это Потом Сел на корабль Идущий В Швецию В Стокгольм Оказался в Стокгольме Власти шведские очень хорошо к нему отнеслись Он был даже на приеме у короля шведского Король Швеции Предложил ему Заниматься миссионерским служением Христианским Но Фетлер сказал королю Желание моего сердца Служить славянским народам Я верю, что Бог Положил мне на сердце Это стремление служить славянам А вот здесь, в Швеции Я не могу Исполнить Вот такое Мое стремление И через некоторое время Он удалился В Америку Что в Америке Ведь было больше иммигрантов Русских, украинцев Оказавшись в Америке Фетлер узнал о том Что в Германии Находится Очень много русских военнопленных Русских солдат Попавших в плен И его тут же осенила такая идея Мысль такая пришла ему в голову Организовать евангельскую работу Среди русских военнопленных В Германии В Америке были помощники Из числа славянских церквей Они могли Помочь ему в этом деле И Фетлер тогда заявил Они, то есть правительство Власти России Изгнали из России Одного миссионера А я пошлю туда Две тысячи миссионеров Взамен одного Направлю туда Две тысячи миссионеров Через военнопленных Такие вот стратегические планы Были у Фетлера Он сам выезжает в Германию Помощники его Военнопленные содержались В более-менее нормальных условиях Они жили в бараках Но им разрешалось Присутствовать на богослужебных собраниях В бараке приходили миссионеры Организовывали там собрания библейские Могли открывать даже библейскую школу В бараках для военнопленных Вот такая возможность была Очень хорошая Фетлер ей воспользовался С помощью своих помощников Он направил туда Новые Заветы Их стали там распространять Там были организованы Библейские собрания В бараках среди русских солдат Появились новообращенные И новообращенных было много Среди русских солдат Пришло время, когда освободили военнопленных Военнопленные поехали на родину В Россию А они же были Со всех концов Российской империи И Дальний Восток И Юг И Сибирь И Север И деревни Города И вот такая ситуация складывалась Приезжает солдат Из плена В деревню, в село Сразу все жители сбегаются Что в этот дом А ну-ка расскажи Где был Что видел Солдат рассказывает Отвечать на вопросы А потом достает из кармана Евангелие Показывает и говорит А вот еще что я Хотел вам сказать Хочу сказать я вам Что вот эта книга Изменила меня Изменила мою жизнь Я уверовал во Христа Я стараюсь Служить Христу У народа Еще больше интерес Появлялся Тогда много было Людей жаждущих С духовными запросами И вот таким образом В селах, в деревнях Уже общины возникали Приходит Двоеннопленный Свидетельствует Рассказывает Люди каются Обращаются В церковь Как раз вот в это время Где-то 1915 год 1917-18 Когда Пошел поток Военнопленных Из Германии На родину И Таких убервавших Было очень И очень Много Так что мечта Фетклера В этом отношении Исполнилась Коль мы уж Коснулись его судьбу Мы доведем ее до конца В другую эпоху Чтобы целостное впечатление было В 20-е годы Фетклер стал делать наезды В свою родную Латвию В Россию он же не смог попасть Он был изгнан оттуда Он стал приезжать в Латвию С проповедниками Евангелистами В Латвии была свобода в это время Начало 20-х годов Фетклер в Риге Смог построить Храм спасения Почти в центре Риги Это здание Сохранилось И сейчас вновь оно Функционирует По своему прямому предназначению В советское время Его отбирали Там То конюшни устраивали То потом Театр То казарму Солдатскую Когда времена переменились В новой Латвии постсоветской Это здание возвратили Баптистам Латышским Вновь оно До сей поры Продолжает функционировать Как храм спасения По проекту Фетклера На самом верхнем этаже здания Должна была быть башня молитвы Такой Купол Вот как у православных храмов С оконами С круговым обзором Это называлось Башня молитвы В этой Башне Верующие регулярно Устраивали Молитвенные собрания Молитвенные бдения За город За пробуждение Жителей Риги Что оттуда Город так Был виден хорошо Как смотровая площадка Что днем и ночью Вот эта молитвенная цепочка Молитвенные эстафеты Передавалась От одной группы к другой И совершались молитвы За спасение Окрестного населения Кроме того Фетклер Пользуясь свободой Стал устраивать Такие Библейские шествия По улицам Риги Библейские демонстрации Это акции В чем-то напоминающие Нынешние марши Иисуса Которые в больших городах Проводятся в конце мая Марш Иисуса Или это называлось Такое библейское шествие С раздачей Евангелия С пением Со свидетельством И даже православные священники Некоторые Принимали участие Вот в таких акциях Фетклер как-то смог Их уговорить Подействовать на них Таким образом Чтобы они тоже Содействовали даже Делу Разрешали Чтобы около храмов Около соборов Проводились вот такие Митинги Библейские Но потом Вот к 30-м годам Началось Большевистское нашествие На Прибалтику На Прибалтийские страны С 1929 года По-моему Когда коммунисты Туда пришли Они стали все закрывать Закрыли храм спасения Запретили деятельность Всех миссий И началась Началась Как это называется Депортация В местном населении Стали арестовывать Всех неугодных Неблагонадежных В число неблагонадежных Попал брат Фетклера Родной брат Фетклера Роберт Он был тоже пастором церкви Образованным служителем Закончил библейские институты Где-то В Китае По-моему Там был Американский Библейский институт Нес Служение Пресвитера В другой Баптийской церкви Его арестовали Вместе с семьей Как латыша Как пастора Посадили в Столыпинский вагон И отправили в Сибирь На рудники Где-то месяца через два Он там умер От таких тяжких работ В шахтах И так далее От невыносимых условий Жена осталась В живых Смогла потом вернуться Назад Ну а что же В это время было С Вильгельевым С Василием Фейтлером А Василий Фейтлер В это время оказался В Америке На конгрессе Баптиста Он выехал туда По приглашению То есть только он выехал В Америку Тут началась Вот эта волна арестов Началось выселение Латышского населения В Сибири Так что Василий Оказался вне Зоны досягаемости Вот этих Репрессий Репрессивной волны Он помолился Богу И сказал Вот видимо Господь Имеет какой-то план В отношении меня Я вновь на свободе Брат мой погиб Я на свободе Значит я должен еще С большим усердием Начать трудиться Для Бога Он открывает В Америке Институт библейский Для славян Библейский институт Для славян Для иммигрантов Открывает Русское библейское Общество Русское библейское Общество Чтобы издавать Книги Священного Писания На русском языке Вот вышел Первый экземпляр Библии Изданной В этом обществе Это было Такое Своеобразное Издание Каноническая библия Ветхий Новый Завет С приложением А что было В качестве приложения Блок комментариев Кратких Книгам библейским И еще Сборник Духовных песен Все это под одной крышкой Все под одной обложкой Фетлер Сказал так Своим помощникам Когда человеку верует У него появится Желание Воспевать Бога Прославлять Его в песнях И вот тут же Как приложение К Библию Найдет Текст Слова для пения Для прославления Это будет Очень удобно Первый экземпляр Библии Был отослан Президенту Эйзенхауэру Тогдашнему Американскому Был выслан Экземпляр Билли Грейму Билли Грейму Это уже Был конец Сорковых годов В конце Сорковых годов Когда Продукция Пошла Такого рода Фетлер Нет Билли Грейм Билли Грейм Билли Грейм Билли Грейм Тогда был молодой Может быть лет Двадцать Между двадцатью И тридцатью Наверное Билли Грейм Начал свои Крестовые походы С 1949 Года По-моему Первое Крупное Его Богослужение В палатке В Лос-Анджелесе По-моему 1948 Или 49 Год В это время Как раз Выходит На арену Фетлер Присылает ему Библию Как такой Памятный знак А еще один Экземпляр Русской Библии Фетлер Послал Керенскому Керенскому В Париж Керенский Как вы знаете Был Главой Временного Правительства В 1917 Году Керенский Тут же Прислал Ответ На телеграмму Фетлеру Благодарю вас За это дело Считаю Что Русскому народу Эта книга Будет Очень нужна У Фетлера Была большая Семья Тринадцать Детей Его Тринадцать Детей Было Фетлера И все Дети Стали Музыкантами Составился Семейный Оркестр Духовой Оркестр Этот Оркестр Принимал Участие В уличных Шествиях В Риге Потом Этот оркестр Бывал В американских Городах Европе Есть фотографии Где Все оркестранты С трубами С инструментами Стоят Вот так По ранжиру Самый большой Впереди Меньше 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 Маленький Меньше Тоже С инструментами Приглашаем Вас принять Участие В глобальном Проекте По распространению Евангелия И расширению Библейского Образования От нас Зависит Будет ли Христианское Образование Доступно Поддержите Наш проект Молитвой И финансами О чем Молиться И как Пожертвовать Вы можете Узнать На сайте www.tvseminary.com Судьба Фетлера Судьба Судьба Страны Все это Переплетаются С Прохановым Они параллельно Да Они шли параллельно Иногда Совместные Служения Выстраивали В Петербурге У Проханова Были какие-то Депортации Из страны У Проханова Был Однажды Выезд за границу Тоже Связанный С Ситуацией Но Это Не было Таким Насильственным Водворением В царское Время Он Каким-то Образом Получил Возможность Выехать За рубеж Еще в конце XIX века И вот там Исполнилась Его мечта В плане Получения Богословского Образования Он Брал Курсы В Париже На Богословском Факультете В Англии Обучался В Миссионерском Библейском Институте В Бристоле Ну А потом Где-то Перед 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 Революцией На Проханова Тоже Завели Дело Намеревались Его Посадить Обвинение Было Такое Попытка Организации Революционного Союза Это Где-то В 1915 Году По-моему Проханова Такое Дело Заводили Ну А когда Случилась Революция Все это Заглохло Обменилось В советское Время Проханова Неслик раз Сажали На Небольшие Сроки На Три Месяца На Четыре На Два А в Конце 20-х Годов Он Выехал За границу По Сорковным Делам Это Был 1928 Год И Не Вернулся Точно Причины Его Невозвращения До сих пор Неизвестны Есть Много Версий Много Домыслов Самых Разных Есть Такая Версия Что Якобы Когда Уезжал Проханов У него Уже В паспорте Была Отметка Без Без Права Возвращения Есть Вторая Версия Что Оказавшись За границей Проханов Якобы Попросил Политического Убежища Ему Дали Это Ну И Есть Третья Версия Версия Пираться На Документы То Наверное Он Решил Принять Такое Решение Что Он Понимал Какая Обстановка В России Конец Двадцатых Годов Сталинизм Культ Личности Может быть Его Западные Братья Уговорили Не возвращаться Не знаю Насколько Но он там Короче Были Запреты Да Он умер В 1935 Году В Германии Фетлер Умер В 1957 Году Неподалеку От города Беркли Город Беркли Это в районе В районе города Сан-Франциско Калифорния Южная часть В Калифорнии Есть кладбище Там Такое Транциональное Где Латыши Эстонцы Похоронены Русские Украинцы Неподалеку От Сан-Франциско Вот там Похоронен Фетлер Памятный знак Стоит Мраморный Камень На камне Надпись Подвигом Добрым Я подвязался Раскрытая Библия Каменный Мраморный На ней Надпись Подвигом Добрым Я подвязался Здесь его фамилия Дата жизни Смерти На это место Часто приезжают Русские верующие Русские эмигранты Баптисты Из Сакрамента Сакрамента Это же скопление Баптистская эмиграция Много верующих Организуют автобус Сажают туда Всех желающих И едут Часа два От Сакрамента До этого городка До кладбища Приезжают туда Проводят собрание На открытом воздухе Рассказывают о Фетлере Молятся Чтобы было Русские эмиграции Daar Субтитры сделал DimaTorzok